Всем привет, с вами Павел Косенко. В этом видео я расскажу о том, в какой последовательности настраивать инструменты в плагине Dehancer. Неважно, будь то плагин для Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve, Final Cut или Premiere Pro. Для того, чтобы эффективно использовать Dehancer, важно понимать, что ощущение пленочного изображения формирует не только цвет. То есть да, цвет, конечно, очень важен, но его влияние на восприятие многократно усиливается при использовании других пленочных характеристик. Как минимум это зерно, Hallation и Bloom. Более подробно о них вы можете узнать в других моих видео, ссылке в описании. Таким образом, для достоверной имитации пленки нам потребуется использовать довольно много разных эффектов одновременно. И здесь возникает вопрос, собственно, в какой последовательности это делать, чтобы процесс был корректным, логичным и быстрым. На самом деле, единственно верного подхода не существует. Вы можете настраивать инструменты в любой удобной вам последовательности. То, что предлагаю я, всего лишь один из возможных методов. Иными словами, я расскажу о своем личном подходе и сделаю это на конкретном примере. При этом я буду использовать плагин для Adobe Photoshop. Если предлагаемая логическая цепочка покажется вам интересной, вы можете воспользоваться ею и в любых других плагинах Dehancer. На сегодняшний день в Photoshop или Lightroom мы можем применить Dehancer к растеровому sRGB изображению. Это может быть, например, JPEG или TIFF-файл. Если же мы имеем дело с форматом RAW, то сначала нам потребуется его конвертировать. Это можно сделать разными способами. Независимо от того, в какой именно программе вы будете это делать, я рекомендую придерживаться определенных рекомендаций, которые упростят вашу дальнейшую работу в Dehancer. Так как Dehancer наследует аналоговые принципы работы с фотографией, на вход ему лучше подавать не очень контрастное изображение, по аналогии с относительно малоконтрастным негативом. Рассмотрим пример подготовки такого изображения стандартными средствами Adobe Photoshop для файла, снятого на iPhone в формате DNG. Если мы откроем такой файл в Photoshop, он автоматически откроется в модуле Adobe Camera RAW для работы с сырым форматом. Первое, что я советую сделать, это раскрыть группу Detail и выставить параметры Sharpening и Color Noise Reduction в нулевые значения. Далее я предлагаю настрой глобальный параметр Amount, который управляет степенью автоматической обработки файлов, снятых в формате Apple Pro RAW. Я рекомендую относиться к нему крайне осторожно, потому что его повышение обычно приводит к искаженным цветам кожи и неестественной картинке. Чаще всего этот параметр лучше немного снизить. Если при этом изображение стало слишком темным или контрастным, это можно компенсировать с помощью параметра Exposure. В нашем случае этого не требуется. Далее заходим в группу Basic. Для того, чтобы при последующей обработке тени не оказались избыточно проваленными, я обычно слегка приподнимаю их с помощью параметра Shadows. В дальнейшем Dehancer повысит контраст и сделает тени снова темными, но уже более аналоговым образом. Точно так же, если это требуется, мы можем слегка снизить цвета с помощью параметра Highlights. Теперь наша фотография готова для обработки в Dehancer. Открываем плагин. Прежде всего нам нужно выбрать пленочный профиль. В Dehancer их довольно много, на сегодняшний день более 60. Все они действительно передают характеристики реальных пленок. Стрелочками вверх и вниз мы можем переключать разные профили и выбрать тот, который вам больше всего по душе для данной фотографии. В будущем вы сможете добавлять любимые профили в избранное с помощью сердечка и выбирать только из списка любимых профилей. Пусть в данном случае это будет, например, кодек Эктар 100. До, после. После пленочных профилей первая группа параметров Source. Она позволяет исправить ошибочный баланс белого для исходного изображения или побороться с хроматическими аберрациями. Ни то, ни другое в данном случае пока не требуется. Идем дальше. Так как восприятие цвета зависит от контраста и яркости, сначала я всегда настраиваю яркостно-контрастные параметры обработки. И уже потом перехожу к тонким цветовым настройкам. Поэтому, если мы собираемся использовать виньетку, то включить ее нужно до того, как настраивать остальные инструменты. Потому что виньетка сильно влияет на общую яркость изображения. Виньетка в Dehancer находится в самом конце списка инструментов. Для того, чтобы понять, как она работает, можно снизить параметр Feather до нуля. Он отвечает за степень размытия виньетного контура. И когда равен нулю, мы видим его четкую границу. В реальной жизни мы, конечно, не будем делать такую жесткую виньетку. Но зато можем увидеть, как работают остальные ее параметры. Вот что дает увеличение или уменьшение размера виньетки. Вот что дает увеличение или уменьшение ее экспозиции. Кстати, заметьте, виньетка в Dehancer может работать и в обратную сторону. То есть компенсировать исходное оптическое виньетирование объектива, если это требуется. Возвращаем Feather в исходное значение 100%. Теперь подберем Size и Exposure. Пусть это будет, например, вот так. До, после. Теперь можно вернуться на самый верх и настроить остальные инструменты, которые влияют на яркость и контраст. Начнем с группы параметров Print, потому что он формирует яркостно-контрастную базу для нашей фотографии. Сначала я советую выбрать печатный профиль. То есть на какой именно носитель мы печатаем выбранную нами пленку. Фотографии мы обычно, конечно, печатаем на фотобумагу. Но Dehancer позволяет нам виртуально как бы напечатать любую пленку на любом носителе. В этом плане весьма интересной представляется печать на кинопленку 2383 с ее характерными кинематографическими цветами. Давайте именно так и сделаем. До, после. Теперь можно настроить контраст и общую экспозицию, которую в данном случае я бы еще дополнительно снизил, чтобы сделать тучи более драматичными. Контраст и остальные параметры здесь я трогать не стану. Прежде чем перейти к финальной настройке черной и белой точек с помощью инструмента Expand, включим зерно, потому что оно неизбежно повлияет на них. Эта фотография была сделана в солнечную погоду, как бы на низкочувствительную и, соответственно, низкозернистую пленку кодек Ektar 100. Поэтому будет более естественно, если мы используем в данном случае не слишком выраженное зерно. Для этого можно, например, изменить его тип с негативного на позитивное. Остальные параметры я бы оставил по умолчанию. Вы всегда можете их покрутить и подобрать оптимальные значения для вашей конкретной фотографии. До, после. В качестве финальной коррекции яркости и контраста зададим параметры Expand, которые управляют итоговыми точками черного и белого. При этом удобно ориентироваться не только визуально по самой фотографии, но и по гистограмме. До, после. Теперь можно перейти к более тонким настройкам цвета. Мы можем изменить общий баланс цветов с помощью баланса белого в группе Source или более радикально через инструмент Color Head, который имитирует коррекцию цвета в процессе аналоговой печати. Но я рекомендую делать это в последнюю очередь. Дело в том, что на цвет может существенно влиять эффект Hallation, если мы планируем его использовать. Это характерные для пленки красно-оранжевые ореолы в областях высокой яркости и контраста. Кроме ореолов, Hallation проявляется и в средних тонах, делая их более теплыми, а оттенки кожи более натуральными. Включаем Hallation и увеличиваем изображение, чтобы лучше его рассмотреть. Обратите внимание, как засветились оранжевыми контурами контрастные границы минарета и особенно белая машина на заднем плане. С помощью режима Mask Mode мы можем увидеть эффект отдельно от изображения. Давайте увеличим эффект Hallation с помощью параметра Amplify. Пожалуй, для этого снимка не помешает добавление Hallation в среднем тоне с помощью параметра Global Diffusion. Как я и говорил, Hallation заметно повлиял на общий цвет фотографии. До, после. Напомню, что подробно о том, что такое Hallation, как он работает в эмульсиях и как его настраивать в Dehanzer, вы можете узнать в другом моем видео, которое целиком посвящено этому эффекту. Ссылка в описании. Теперь включаем инструмент Bloom. Он добавляет мягкие ореолы вокруг светлых объектов и делает изображение еще более аналоговым. Пожалуй, можно слегка убрать его воздействие с помощью параметра Impact. Остальные я бы оставил по умолчанию. До, после. Единственный инструмент, который мы еще не затронули, это Color Head. Он позволяет сдвинуть общее цветовое решение в любую сторону. Это можно использовать как коррекцию появившегося в процессе обработки стороннего оттенка. Или же как полностью творческое окрашивание. В данном случае я предлагаю сделать фотографию чуть-чуть теплее. До, после. Пожалуй, на этом обработку можно закончить. До, после. Давайте также посмотрим на увеличенный фрагмент фотографии. До, после. Вам может нравиться итоговый результат или не очень, и это не имеет принципиального значения. Главное то, что вы можете сделать свою собственную обработку вашей фотографии так, как нравится именно вам. Теперь давайте подведем итоги и структурируем процесс обработки в Dehanser. Итак, я предлагаю настраивать параметры в следующей последовательности. Процесс, изображенный на этой схеме, я подробно прокомментировал в самом видео. Поэтому здесь вы можете просто поставить его на паузу, если хотите рассмотреть схему более внимательно. На этом сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok